В общем, BF5 вышел, поэтому... Вы сейчас это видите, мою первую реакцию на игру. Блин, а он с леерой, господи. Хоть бы одну игру выпустили без этого говна. Сколько лет еще будет нас терроризировать DICE вот этим солнцем? Мне какой-то типа... Мне кажется, это уже не фетиш, а фобия какая-то. Я вас научу стрелять в этой игре. Я один раунд сыграл, понял, что целиться вообще нельзя ни при каких условиях. Я покажу почему. Видели? Вот он целился, а я нет. Поэтому он проиграл. Кто делал это освещение? Я не понимаю, тут как будто контрастность на 250 выстроенная. Либо у тебя все темно, либо у тебя все слишком яркое. Это научит тебя прицеливаться во время стрельбы. Я говорю, рядовой один! Пожалуйста, не убейте меня в спину, пожалуйста. Сука! Что я сказал? Ну, бро, может ты меня спасешь? Нет, он сейчас тоже умрет. Цель как бы ужасный, я и такая осталась. Просто отвратительно. Я уверен, что до сих пор треть игроков просто не будет знать, что в игре оружие можно прокачивать. Ну, солнце, но на каждой карте солнце, блядь. Это пиздец. На каждой карте, куда бы ты ни побежал, тебе в морду солнце светит. Ну, тут медики какие-то слишком опишенные стали. Они за три секунды поднимают. Люди даже расстрелять их не успевают. Тут дикий медиа ходит у всех. Апайт. И при этом люди все равно... И при этом люди все равно... Ебать! Все равно не поднимают, все равно не ревайвят. Потому что ленивые ему дела. Что? Ну, почему нахуй пересвет идет, блин? Тут куча открытого пространства, но из-за того, что я в доме, улица вся пересвеченная. Ты должен ассасином быть, чтобы, блядь, с околенным зрением выглядывать. Попадать по противникам. Я сижу и чувствую, как будто, просто напряжение того, что ты прям постоянно как-то щуришься, пытаешься кого-то выследить. Что постоянно какие-то, блядь, снег тебе в морду летит. Ланс флайер какой-то. Вот это говно, блин. Я едва его усмотрел вообще. И у меня нету теперь хилок. Весело парню всю игру на пушке сидит. Ты вообще... Он, по-моему, единственный, кто правильно в это говно играет. Он разработчик, наверное. А, у меня... Снайпер черная баба. И у меня черный пулеметчик. Белая баба медик. И солдат обычный. Типа, ну очень неинтересно. Че? Че ты не черный? Ты хоть бы индейцем, блядь, был бы каким-то. Как ты белый мужик просто. Че за хуйня? Где диверсити? У нее половин тела не видно. Ха-ха-ха-ха-ха. I'm invisible man. Ха-ха-ха. Такой квин начинает играть. Че-то вообще за карта такая странная. Че-то за... Че-то за кругали вообще. О, бля, коридоры, блядь! Скалистые коридоры, блин! Ой, нихуя себе. Вот этого я и не ждал. Скалистые коридоры. О, dice придумали, короче. А как насчет коридоров? Ага, ага. Ну, короче, скалистых, блядь. Ты окружен скалами. И это опять ебучий коридор. Мне нравится. Давайте запатентуем, блядь, это говно. Не, ну я в этом ебучем снегу ничего не вижу. Белее, блядь, чем члена Кукусклана. Ебаный снег, он просто белоснег... У меня глаза уже болеть начинают от белоты. Блядь, эта карта просто монохромный пиздец! Она, блядь, кривая, как картина эшером. Ну, вот, ну, ну, не... Слова тратить бессмысленно. Я вот не понимаю, как они эти игры выпускают. Эй, ну это пиздец, это оружие. В этой игре какой-то полный дисбаланс. Я не знаю, мне кажется, это никто не тестил. И вот ты тарабанишь в сторону куда-то, он там еще хедшоты расставляет. А когда целятся, начинаешь, у тебя просто все в это, в небо улетает. Да даже Call of Duty, блядь, не такой пиздецкий, аркадный. Просто все бегают, как на льду, блядь, на роликах коньках. Солнце везде, солнце. Я не знаю, они как будто пытались сделать плохую кору. Типа, в которой ты ничего не можешь разобрать. Они такие... Давай больше говна! Ну и так уже ничего не разобрать. Эффекты, блядь! Искорки, искорки, блядь! Блюр, давай, блюр! Моушен, блюр! Где моушен, блюр? Куда бы ты не целилась, то у тебя моментально прицел улетает оттуда. Даблкил. Ну, мне кажется, это даже выглядит как фритуплей какой-то. Это не выглядит как крупный релиз. Вот эти анимации, это беготня, это скольжение, это освещение. Это выглядит как фритуплей. Иди сюда, бля! Че, вроде, отключал, блюр. А че он опять на 50? Алё! Я-то думаю, че-то блюрное. Я же его вообще отключал. Окей, хороший обход такой, долгий. Это ебаный храм, блядь, из Battlefield 1. Сука, это та же самая карта, блядь. Только храм другой. Ля-да, ты просто не можешь стрелять с прицелом, ну это пиздец. Ну, сука, я-я чуть-чуть, я пытаюсь нежно нажать, он... Хочу какую-то возможность в настройках выбрать. Если тебя убили, ты просто сразу автоматически умираешь. Все. Можно где-то режим суицидника, короче. Не хочу я сидеть и лежать с этой рукой протянутым. Он уже протянул ноги, зачем ему протягивать руки? Мое впечатление от этой игры можно описать вот так вот, как глубокий вздох. Такой. Вот примерно мои ощущения от Battlefield 5. Я когда-то представлял Battlefield и думал о веселье. Столько вещей было сделано тупо. Столько вещей. И ни в какой момент никто не задался вопросом, а зачем мы сделали так дерьмово? Вот это все говно. Бля, я зеленую санину открыл. Вау. Ассайнменты. Ты, блин, сиди, крути, ассайнменты какие-то. Нахуй это надо все. Нахуй мне эти ассайнменты ваши. В игру хочу играть, просто в игру играть хочу. Оно не работает. Я не могу деньги потратить и открыть его. Окей. Мне нравится, что медиком, ты не сразу медика можешь быть. А, они, кстати, раньше поприкольнее было. Раньше ты мог несколько типов аптечек поставить, а теперь ты вынужден с миной бегать какой-нибудь или с дымовой. Кстати, посмотрите, как мало оружия в игре. Всего 7 типов оружия у медика. Помню, раньше у тебя более дефолтные пушки плюс пушки от класса. А теперь у тебя, блядь, у тебя 7 пушек. И они 7 пушек в игре забалансить не смогли, охуенно. Поверь, эта винтовка была у медика вроде в прошлой игре. В принципе, даже модельки не надо было переделывать и все равно они не смогли больше оружия давать. Одна из пушек это рискин. Шотган только у пулеметчика? Ну, вообще, как-то грустняло это выглядит. Еще музыка эта грустнялая. Я смотрю, это оружие и понимаю, что да, это просто жопа какая-то. Оружие меньше, чем в первом Titanfall. В игре, получается, что, всего два шотгана вообще? Что случилось? Вот этот, вот этот Ханс, он тоже не понимает. Ханс, что случилось, пацаны? Чем они выигрывать-то собираются, людей? Ой, вот эта музыка, да, да, лучше даже не напоминайте, что это Battlefield. Не, ну, вот эта музыка, ты немного вспоминаешь, каким был старый, добрый Battlefield. Моника. Моника, Моника, поиграем в Соника. Вот это самое, это типа мужик, либо девушка, даже непонятно даже. это какой-то ингрид. Вначале стендапе, потом гранате, потом остапе бендере. она большой фанат 12 стульев. Он чуть не испарился, но я его вылечил. Лучший медик на свете и единственный человек в этой игре, который знает, как зажимать одну кнопку и людей спасать. Смотрите на меня. Я спасу тебя. Нет разрушаемости, браток. Окей, через колючую проволоку просто перепрыгнуть можно было. Я скучаю по временам, когда в Баттлфилде была разрушаемость. В этой части даже звуки стали хуже. Бля, ну нулевая разрушаемость, ну хоть что-то у дома отвались, ты, ёпта, хоть что-то у дома отвались. Бля, тут крысы какие-то. Мне нравятся эти одинаковые книжные полки. По бюджету этой игры они не могли разные книжные полки сделать. Просто одинаковая книжная полка. Абсолютно одинаковые книжные полки. Эта хуйня... Я упнул, что ли? Ну, укатился куда-то. Ну, вот, вот, вот скажите мне, это чувствуется, как Баттлфилд вылизанный или нет? В геймплее они ничего не нарастили. Никакого мяса не нарастили на то, что было в Баттлфилд 1. Каким-то образом эта игра реально, она чувствуется просто менее сбалансирован. Кто вообще стреляет? Просто град пули, я не пойму. Там еще кто-то есть? я на жопу лег, как в трейдере. Топ партизан. Бомба тут. Вау! Все, и дальше сидим, нормально. Мне понравилось, как я устраивался. Смотрите, у кокол висит в воздухе. Тут Ханс Иммер заиграл, а к чему непонятно. Но мы выиграли. Вау! Этот забор, блядь! Сука, этот они как-то как-то разрушаемость в минус ушла, такое ощущение. Там граната взорвалась, и забор даже не дрогнул. Мне вообще кажется, что некоторые геймплейные решения, они монетку подкидывали. И такие, окей, давайте, что насчет медика? Давайте сделаем так, что у него все оружие это SMG. А почему? Да потому что. Ну, типа, может, не можем их респаун уничтожить заранее, или можем? Типа, они, они что? Да, они их некоторых подстреливают, они даже до земли долететь не успевают. Это же вообще идиотизм. Вот представляете, вам играть за людей, которые пытаются высадиться на точке, а вас расстреливают, на подходе вас уже убивают. Ты пытаешься просто в игру поиграть, а твой респаун убивают. Надо было снайпера брать, чтобы их поцеливать. Конкретно людей даже и пометить не получается. не браток, но таковы правила игры. Вы проигрываете, если вы не заметили. А у него винтов. задержка, он убился. ну вот мы победили, да, я 11-4 играл, и вроде как, но неплохо сыграли с моей стороны, но я не получу удовольствие, потому что мне как-то жалко у противников было эту игру. Они пытались поиграть в игру, а вместо этого их убивали на подходе всех, и все. Я просто знаю, что пройдет две игры, и я буду на их стороне. Я буду в их ситуации находиться, и я буду сидеть и рейджить от этого. Ну вот, я бы не скажешь, что, блин, у DICE не было денег, или там, времени, или возможности, но я не понимаю этих оправданий. У них огромная студия, у них куча ресурсов, и вот они вот такое делают. Сделайте меньше, но лучше. Правда, здесь вообще, тут, по идее, тут и очень мало карт, и толком ничего не сделано, как бы, ни по балансу, ни по чему тут не сделано. Зато вот зеленую какашку я открыл. Ну нахуя мне она нужна? Как эта музыка вообще связана со Второй мировой, скажите мне. У кого-то идут ассоциации со Второй мировой, а не с Остерином колец сейчас. Типа, этой музыке место в игре про эльфов. Это одинаковый самолет, это одинаковый самолет, тут три самолета всего. Но, видимо, чтобы не казалось, что тут всего три самолета, они разные вариации добавили одного и того же. всего три компании, что ли? Тут даже количество компаний, тут даже компаний меньше сюжетных. Одна про черных, другая про черного и третья про бабу. Ну, просто кто-либо почему их не остановили? Субтитры создавал DimaTorzok